Как привлечь жителей Тюмени к систематическим занятиям спортом? Специалисты городского ведомства решили, что лучшего способа, чем доставить физкультуру на производство, трудно представить. Начали с АЗОВ, в прямом смысле. Первое занятие оздоровительного проекта состоялось в детском саду. Спортивные волонтеры провели короткую зарядку для сотрудников дошкольного образовательного учреждения под номером 50 на свежем воздухе. Все по науке. Участникам физкультурного проекта предложили выполнить несложные упражнения. Ведь даже такая легкая ежедневная нагрузка, не более 10-15 минут, способна снизить риски возникновения недугов и повысить работоспособность. У нас достаточно подвижный образ жизни ведется среди педагогов в основном. Поэтому мы это встречаем только с энтузиазмом. Для нас это важно. Мы хотим быть здоровыми, крепкими, выносливыми. Мы за здоровый образ жизни. Конечно же, это такой грандиозный проект, как говорили. Все забытое старое, оно сейчас новое. И поэтому мы рады, что нас приняли в этот проект и мы будем сотрудничать. Инициатором проекта выступил городской департамент по спорту и молодежной политике при поддержке Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Занятия гимнастикой в организациях и на предприятиях проводят теоретически подкованные студенты этого учреждения. Проект рассчитан как для очной реализации, так и в дистанционном формате. Поэтому, если мы понимаем, что наши спортивные волонтеры в силу объективных причин не могут зайти в организации предприятия, то предлагаем сотрудникам на системной основе выполнять комплексы упражнений согласно видеоурокам, которые на сегодняшний день уже подготовлены. Сотрудничество городского департамента и детского сада номер 50 не случайно. Обе организации уже имеют совместный положительный опыт работы. Наши дошкольники принимают активное участие во всех мероприятиях, которые предлагает департамент по спорту. Ну и также участвуют и наши педагоги, когда есть возможность. Ну а с проектом мы, конечно, познакомились на сайте департамента по спорту. И с ними связались, и, конечно, и они были рады, и мы были рады присоединиться к этому проекту. Преподаватели и студенты колледжа разработали сразу несколько комплексов упражнений с учетом специфики занятости того или иного работника на производстве. И более того, для различных специальностей. То есть, если мы понимаем, что, к примеру, сотрудник бухгалтерии, для сотрудников одних специальностей мы можем применить один комплекс упражнений, то для других направлений мы предлагаем другой комплекс упражнений. Они направлены на повышение двигательной активности, направлены на различные группы мышц. Интенсивность и точность выполнения упражнений не играют первостепенную роль. Достаточно своим примером заразить ближайшего партнера. А далее должна сработать цепная реакция. Мы же физинструкторы, конечно же, нет, нам не тяжело. Это наш образ жизни. Для меня это тоже достаточно легко, потому как я работаю в детском саду с детьми и со взрослыми. Это подвижный образ жизни, не сидячий. Поэтому достаточно легко. Подробную информацию о проекте и условиях участия в нем можно узнать по телефону 35 30 79.